здравствуйте дорогие друзья в эфире программа главная охота и ведущий валерий кузенков сегодня давайте поговорим о коллекциях коллекции бывают разные кто-то коллекционеры спичечные коробки кто-то этикетки от бутылок а кто-то аномальные рога животных диких животных биолог и охотовед роман калиев этим занимается очень давно и вот сейчас мы с ним о такой коллекции поговорим здравствуй ром здравствуйте ром я тебя знаю очень давно ты меня очень давно вот давай на ты и аномальная коллекция романа калиева она очень известна расскажи с чего это началось как ты этим стал заниматься вот и профессиональный биолог охотовед все коллекционируют вот рога которые в студии висят различных животных а ты именно вот эти вот вещи которые аномальные ну начнем с того что наверное коллекции вот часто задают вопрос с чего начиналась коллекция как она мысль вообще пришла я думаю все тебе задают когда подходит и потому что на сегодняшний день уже наверное в коллекции насчитывается больше двухсот экземпляров различных животных то есть это не обязательно ближайших регионов это включает и республики бывшего советского союза и таджикистан и узбекистан и киргизии были возможности можно было что-то приобрести а коллекция наверное как я сейчас уже думаю что началась скорее всего не с трофея первого а впечатление то есть у него какой-то вот даже такой который на меня произвел такой необычный трофей я тогда работал мастерской таксидермической ну в общем-то таксидермисты как правило наверное больше всех и видит различных трофей конечно все к вам первую очередь человек когда приезжает охоты с охоты он хочет запечатлеть оставить в памяти свои трофеи поэтому первый кто видит почеты слава охотника это таксидермистная ну кроме того что были на охоте вот и немного ну скажем честно что ты увидел что тебя так а вот как раз этот череп а вот именно это я я и приветствую да и как раз удивило то что вот насколько оказывается живучи и жизнеспособен зверь да да в этом черепе осталась пуля он с ней жил и вот в лобную часть вошла пуля в вышла и это есть так и пуля и насколько живучи зверь оказался я подумал что действительно такую вещь надо сохранять через какое-то время появился второй экспонат это кто-то добыл привез токсидермическую мастерскую да нет это привез этого медведя мой друг из кировской области он попросил сделать ковер но в те времена раньше в ковер вставляли натуральный зуб тогда еще искусственных не было как сейчас поэтому он просил я позвонил его сергей давай оставим этот череп потому что он редкий и в общем-то уникальный когда мы еще ты увидишь такой череп или добудет даже и когда в 2006 году мы с программы репортер снимали программу по поводу аномалий и съемочная группа ездил как раз кировскую область нашла того деда который посадил пуля этого медведя в череп сняли с ним интервью сделали программу то есть который стрелял в этого да и после но там деревне как-то они все выяснили тот друг он знал кто стрелял медведь ушел но как-то они выяснили потом мы летали вместе в германию там снимали хорошие тоже репортажи по различным замком германии где находится также аномальные трофеи там извиняем ром а есть еще такие коллекции да вот раз ты германии подошла до вами германии ли только в германии в россии или еще где то есть ну по крайней мере в германии я был не один раз и как раз я всегда там был по поводу аномалии и мы смотрели старые княжеские коллекции которым по 300 по 400 лет касающиеся аномалии в этом случае можно упомянуть о коллекции и известной аномальные косули кота она находится замке гриленбург под тарандом это наверное одна из старых коллекций косули именно аномальный и ее начали собирать еще вот по фамилии и и как бы ну кто ее основал эту коллекцию кота от 1811 1872 года большая она собирала и в итоге он собрал 385 экспонатов только косули именно аномалии только косу да только косули он собирал и она хранилась именно вот в этом замке гриленбург но после мировых войн там различных неурядис она сократилась до 126 на сегодняшний день 126 я все их видел все посмотрел очень интересная коллекция и кстати сказать научные сотрудники пытались провести анализ причин возникновения аномалий тех времен что это очень интересно конечно смотреть можно сказать на 200 лет назад оглянуться какие причины после некоторые люди когда если у них спрашивают о том но почему возникло чаще всего ссылается на там плохой экологическая обстановка там что это такое что такое но это неправильно потому что аномалии существовали всегда я думаю что они существовали еще современ вообще возникновение животного мира потому что если посмотреть кстати сказать немножко уйти в сторону однажды я купил книгу происходили животного мира вообще жизни на земле то есть все мы знаем учение дарвина о том эволюционное учение дарвина а тут я купил книгу и она выпущена была церковью эта книга и я ее с удовольствием прочитал и там как раз были высказаны различные теории против того что о чем говорил дарвин потому что у нас в общем то других вариантов не рассматривалось советское время вот и там как раз была одна мысль которая четко прослеживалась вот если например животное ну там путем естественно отбора там пробует различные пути наиболее оптимальные для существования то почему в этом случае в ископаемых останков нет различных уродств ну логически дарит положить потому что они должны быть конечно вот а их нет вот но это отклонились да и так а почему так и никто не знает да почему нет ну церковь своей стороны говорю потому что не было этого а было это скажи а вот наука которая смотрела эту немецкую коллекцию она все-таки пришла к каким-то выводом наука который как раз у меня результаты потому что все поездки которые я совершаю только исключительно по поиску информации по различным самым интересным все это смотреть я считаю что любой коллекционер который занимается именно серьезно своей коллекции он должен гореть этим делом он должен любить это дело ездить смотреть невзирая ни на что посвящается время только этому я с удовольствием этим занимаюсь поэтому если появляется какая-то возможность посмотреть какую-то коллекцию или получить какой-то интересный материал я с удовольствием съезжу посмотрю соберу и привезу меня дома я таскать архив виду свой поэтому в будущем я так предполагаю сделать книгу именно текстовую никогда одна есть никак фотоальбом не виде фотоальбом а вот как раз ответы на вопросы почему это возникает отчего происходит вообще интересная мысль как на это смотрели например 200 лет назад 300 лет назад да то что всегда смотрели пара но ты начал же нам готовить я готовлю материал собираю я думаю что я ее все-таки подготовлю давай вот этой книге пока по разговору по теме чтобы она просто так на столе все передачи в 2005 году вышел у меня фотоальбом на тот момент я еще не готов был издавать текстовую книгу я думаю что мало кто может похвастаться тем что например в вашей личной библиотеке есть какая-то книга которая посвящена конкретно аномалии очень мало вообще информации всегда встречается и в научной литературе то что тема не раскрыта вот здесь собраны различные аномалии животных и птиц в том числе гибриды которые также относятся к нашей теме и все что мне удалось собрать на тот момент то есть это можно посмотреть это вся коллекция до 2005 года это вся коллекция до 2005 тираж большой тираж небольшой был всего 400 экземпляров но сейчас я подготовил еще одну книгу вот я ее уже сдал в тираж я думаю на вы это она также надеюсь будет интересно потому что в нее входит как раз различные коллекции мира а вот я задавал вопрос у нас твоя коллекция в германии коллекция где еще примерно есть так но не примерно где еще есть такие коллеги в германии там не одна коллекция вот мы сейчас сказали о коллекции кота и а мы немножко отошли там как раз они следы не делали по поводу причин возникновения аномалий и из этих я думаю 90 95 процентов они решили специалисты которые изучали эту коллекцию что причины возникновения этих аномалий были внутренние изменения то есть либо гормональные либо генетические потому что еще при этом возможно внешние факторы это как механическое воздействие травма травмы да потом влияние температур различных то есть там это все было сделано а этот уже генетически да вот это рога косули это европейский у сибирской косули извините вот коллекции еще в германии есть это известная коллекция замки морисбург это охотничий замок короля саксонии фридриха августа первого очень известный замок там находится самый известный наверное на сегодняшний день аномалии европейского оленя так называемый 66 конечник отростков конечно него поменьше там порядка 30 потому что специально изучали взвешивали но они и известны наверное скорее всего тем что их сопровождает и исключительно история не каждый трофей может похвастаться тем что там в право владения такими рогами включались вот известные личности короли саксонии там то есть это не но у нас-то до этого нет тогда это было всегда потому что роман за не перебью просто от калининградской области восточной пруссии там же памятники стоят до сих пор в лесу в калининградском там королем таким-то добыл олень столько добыт олень столько-то отростков год там это все прям старая и поэтому там есть на что посмотреть но кстати там порядка наверное пятидесяти аномалий европейского оленя ну там олень то там в коллекции косули здесь только олени здесь в море сборке только олень и сам замок он 16 века как вот то есть это стали я у них тоже запасниках был смотрел я познакомился директор лица этого музея и кстати сказать там есть интересный рог европейского оленя и он выглядит в виде корона выглядит видеть чаши и как у нас есть обычай такой что на его наливает вино и угощает известных личностей вот из этого рога из этого рога именно и нам удали поддержать и из этого рога пили петр первый наполеон пил август этот корр сильный который развалит а то что действительно на тот момент обладал очень большой силой вот и и мы так в общем-то подержать на удали но выпить нет сказали только известные люди мы с этим согласились мы еще мало известны ром давай прервемся и посмотрим имеющиеся видеоматериалы У трофея есть свой хозяин, который его добыл. Каждый трофей имеет свое имя, где добыть, когда добыть, кем добыть. То есть если при публикации в прессе, например, если я использую информацию по данному виду, я обязательно стараюсь упомянуть имя охотника. Конечно же, мне интересен и сам процесс собирания, но в том числе я хотел бы знать причину возникновения таких аномалий. Не только среди рогов, черепов, а бывают цветовые вариации у животных или птиц, гибридизация животных в природе. Я, конечно, по возможности стараюсь собирать такую информацию, литературу, не только из современных источников, но и из старой литературы. На этой выставке представлен межняк, это гибрид между тетелем и глухарем. Это изредка встречается по разным причинам. Рога козерога, сибирского козерога, сибирского горного козла, очень интересные. Они чем интересны? Рог один проходит, да, рог проходит через рог. То есть проблемы с питанием были огромные. Рога барана и рядышком рога домашнего барана и домашнего козла. Вообще, как бы, четверорогость иногда возникает. Это мутация, если можно так сказать, запланированная в организме животного. То есть примерно, даже может быть, на 10 тысяч экземпляров животных может быть один раз возникнуть случай, когда появится такое животное. Давайте вернемся в студию и продолжим наш разговор об аномальной коллекции. Ну а в Африке есть такие коллекции или где-то там, кроме Европы? Или в Германии еще есть какие-то? В Германии есть еще Агустусбург, очень такой известный замок. Я там тоже побывал, там тоже известные коллекции косули, тоже аномалии. А, кстати сказать, в Мюнхене, там же известный всему миру немецкий музей охоты и рыболовства. И там часть коллекции, которая присутствует в этом музее, это коллекция аномалий. Вообще, сам по себе немецкий музей охоты возник на основе частной коллекции. Известный был такой собиратель охотничьих трофеев, граф Аркот Циннинберг, тоже это XVIII век. И когда после его смерти коллекцию решили продать, но, так сказать, власти Баварии все-таки смогли перекупить эту коллекцию, и на основе этой коллекции создали этот музей. Музей охоты. Музей охоты и рыболовства, да. И там тоже интересно, есть экземпляры. И они как раз вот в новой книге все есть. Мюнхен, Агустесбос, Морисборг, Греленборг. Это вот то, что издаешь. То, что сейчас я издаю. Ну и, кстати сказать, я туда пригласил Дарвиновский музей, который находится у нас в Москве. Там же тоже он славится своими аномалиями. Он и возник на основе также частной коллекции профессора Котца. Когда он собирал... Это наш российский Дарвиновский музей. Российский, да. Это наш на улице Вавилова Дарвиновский музей. И профессор Котц, еще будучи, так сказать, на начальном этапе формирования своей коллекции, собирал в охотных рядах в Москве, когда в Москву привозилось огромное количество дичи. И он среди этого огромного количества выбирал именно различные аберративные формы птиц. Вот. Собирал, отбирал. И потом постепенно, очень, кстати, здорово ему помог в свое время известный также московский зоолог и препаратер Лоренц, который своими, так сказать, хорошими работами очень помог формированию этой частной коллекции. И он в том числе также собирал такие аберративные формы различных птиц и млекопитающих. Ну, там холодильник Союза Пушнина в свое время помогал. Вы спросили о еще известных коллекциях. Мы в этом году побывали в Намибии. Там была очень... Ну, получили информацию, что есть очень интересная коллекция африканских животных. Именно с Намибии. Мы туда съездили, познакомились с этим человеком. Действительно есть такая коллекция? Да, там порядка... Мы у него были в гостях, и у него порядка 40 различных аномалий, куда входит и Куду, и Иланд, и Орикс у него есть, и Спринбок. То есть мы посмотрели все это с удовольствием. Ну, а там что, механические какие-то повреждения или тоже вот такие вот... Там различные. Там, я думаю, что мы, кстати сказать, еще побывали в токсидермическом исчиской, которая находится недалеко от Винхука. И там руководитель этой мастерской, кроме того, что к нему привозят хорошие трофеи, к нему привозили и различные аномалии. Он делал фотографии, и он нам любезно предоставил эти фотографии в том числе. Вот. Но не сказать, что там только механика. Там все-таки на африканских животных также все внутренние факторы действуют, в том числе и гормональные, генетические. Поэтому я не думаю, что надо в этом случае различать Африку от Европы. Она одинакова. То есть происхождение животного мира в этом, наверное, играет. Ну, там частная такая коллекция. Там тоже частная коллекция. Я ее все отснял, посмотрел. И она также... Ее можно будет посмотреть в будущей книге. Там все фотографии все есть. Слушай, Роман, а вот эти вот коллекции немецкие, они уже под охраной государства? То есть там уже государство приложило все эти... Да, на сегодняшний день, я думаю, те, что коллекции находятся в замках, и их каждый желающий может посмотреть, это уже, наверное, не наверное, а наверняка от достояния того государства на территории находится замок. За ними ухаживают там охрана, все просматривается. В общем-то, может быть, это и правильно. Потому что уже такие вещи, они приобретают уже уровень не частного собрания, а государственного. Роман нет негативной энергии все-таки. Эта коллекция такая, что... Ну, это ладно. А вот такие вещи вот смотришь, даже как-то немножко неприятно становится. Идет, как ты думаешь? Но многие посчитали, да вот и что. Так-то запрещают вот эти трофеи хранить иногда жены, да? Говорят, ты что, череп убитого животного? Нету именно вот такого негатива от такой коллекции. Все-таки она аномальная, а любая аномалия должна давать отрицательную энергетику. Вы знаете, честно сказать... Как ты чувствуешь все эти дела? Я всегда говорю, как к этим вещам относиться. То есть, как на это смотреть. Да, если вы относитесь к этому хорошо и спокойно, и вы чувствуете, что вас это нисколько не тревожит, то вы будете и воспринимать эти трофеи спокойно. Но если заранее вы подготовлены к тому, что, например, там нельзя в квартире иметь чучело черного ворона, ну, например... Ну, это считается вообще ворона, стрелять нельзя. Да, плохим знаком. Это плохой знак. Как сову нельзя иметь. Как сову нельзя. То есть, вот эти вещи. Но если я отношусь к ним спокойно и... Ну, посудите, я собираю эти трофеи 20 лет. Ну да, все нормально. Я, в общем-то, пока... Хорошо выглядишь, вполне впитым улыбаешься. Да, я доволен жизнью. И тем более, вот в этом случае, относясь хорошо к коллекции, коллекция дала мне возможность поесть по миру. Может быть, в другой раз я не собрался куда-то ехать бы. Да ведь в ту же Намибию. Конечно. Ну, в первую очередь, в Намибию я полетел посмотреть мало того, что в страну. Это было на втором плане. Но мне было интересно посмотреть коллекцию, познакомиться с этим человеком. И, кстати сказать, я также занялся тем, что, побывав предварительно в Германии неделю, я там занимался измерением различных аномалий. То есть, я сейчас поясню. У нас в мире существует измерение трофеев. Это в двух позициях. Это европейская система оценки трофеев, американская система. Да, они включают определенные параметры, по которым измеряются трофеи, потом трофеи получают определенные баллы и, соответственно, уровень, медаль. Золото, серебро, бронзу. Вот. Аномалий практически не оценивает никто. Есть оценка только в американской системе. Вот. Но и то, они как нетипичные, и там минимум. Поэтому я... Интересно все-таки это дело мне, например, провести. Поэтому я совместил эти две системы, набрал максимум показателей, которые можно взять из аномального трофея. И большую роль в этом играл. Именно косуди я начал заниматься. И огромную роль в этом, я считаю, играет объем. Поэтому... Объем что? Объем именно трофеев. А, объем робот. Да, именно это, рогов. Поэтому придумали специальное устройство для точного определения объема. Я его с собой возил, измерял. И в Германии я обмерил порядка 50 аномальных косуль. В Намибии я... Раз уж я в Намибии, я... Да, конечно. Померил африканские трофеи, но без объема, потому что они уже большие. И у себя часть коллекции я также обмерил. Поэтому, если сейчас получится, может быть, даже выйдет отдельная работа по как раз измерению аномальных трофеев. И предложены методики, по которым их можно измерить. Вот. Я с удовольствием этим занимаюсь. Вообще, интерес большой. Когда вот выставка идет аномально к коле, люди подходят и массово задают вопросы. Мимо же, наверное, никто не проходит. Я думаю, вы знаете, интерес большой, потому что я участвовал в различных выставках. И даже, казалось бы, люди далеки от охоты. Они все равно подходят, спрашивают. Тем более, когда получают такую информацию, которая может заинтересовать. А всегда же аномалии связывали с различными потусторонними силами, например. То есть нельзя было возникнуть из ничего то, что пугает человека. Некоторые связывали это, наоборот, как Черкасов, известный наш писатель писал, охотничий писатель писал, что, например, сибиряки считали, что если он добудет охотник черного волка, то это обязательно принесет в дом удачу. То есть эту шкурку хоронили, передавали по наследству, и она считалась каким-то благом свыше. То есть не зря таких животных называли князьками. То есть белого соболя, если добудут, что-то такое. То есть это из ряда вон выходящие. Значит, это отмеченный Богом. Поэтому и относиться надо к нему соответственно. А кого-то эти вещи, наоборот, пугали. Если, например, когда Петр I создавал свою концкамеру и издавал по этому поводу даже отдельный указ, он писал внизу, во-первых, платить за это деньги, а во-вторых, не раскрывать имени того, кто принес этот трофей. Потому что в этом случае уже люди боялись, что начнется преследование. Ну, да, как колдуна могли. Как колдуна могли. Тем более в средние века, там, что-то такое. Если вдруг появлялось животное с различными отклонениями, тем более отклонениями, которые пугали человека. Например, если кому-то, например, к белой вороне можно относиться, как, ну, с обычным, ну, с уважением. Появилась такая птица или там белый павлин, да? То есть это никого не пугает. Но если, например, вы зайдете в Дарвенский музей и посмотрите, у них в разделе млекопитающих стоит черный волк, он действительно пугает. То есть это сразу прямая связь с оборотнем. Потому что это уже другое. Это хищник, который просто так из ничего возникнуть не мог. И поэтому, о чем мы думаем, ну, кстати сказать, аномалии известны были давно со времен Аристотеля еще. То есть в тех записках все равно были упоминания о том, что встречались такие и такие аномалии. И в 1834 году Жоффро Сент-Иллер, известный французский естественный испытатель, он даже пробовал сделать классификацию аномалий. То есть, ну, правда, на домашних животных, но все-таки он пытался преподнести людям причины возникновения таких уродств различных. Но каждый по-своему их воспринимал. Ты так интересно рассказываешь. Я заслушался, думаю, телезрители тоже, но время передачи, конечно, ограничено. Значит, что хочу пожелать? Значит, чтобы твоя коллекция только росла, чтобы когда-нибудь государство обратило на нее внимание. Спасибо. Вот, да, потом сделала бы государственной коллекцией, ты бы стал известным человеком, приехал в Германию, тебе бы налили вина в эту чашу. Туда, куда они дали. И дали попробовать, сказали. Вот Роман Калеев, известный коллекционер, который создал первую в России аномальную коллекцию. Спасибо. Ром, спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь. И ты молодец, как биолог-охотовед, как профессионал. Здесь уже, можно сказать, попахивает кандидатской диссертацией. Я как раз в аспирантуру учусь. Вот, я так паду. А на этом я хочу закончить нашу передачу, и увидимся через неделю. Спасибо. 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 Спасибо.